друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и как и всегда продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях основных изменениях в новостном фоне это конечно же как эти изменения влияют на наши торговые идеи не забывайте друзья подписываться на наш канал а маркет совсем недавно буквально вчера был достигнут новый потолок который мы стараемся уже пробить по количеству подписчиков это в 10 тысяч фолловеров большое всем вам спасибо на этом безусловно мы останавливаться не будем еще больше качественного интересного контента мы обязательно представим самое ближайшее время главное подписывайтесь и не забывайте ставить лайки кстати говоря друзья по поводу контента поскольку сегодня пятница я время от времени по пятницам готовлю ролик на отвлеченные темы такого для размыва формата по самым хайповым запросам и тому что может быть интересно последний ролик по перспективам тесла надеюсь вы с ним уже познакомились и вот то что мне кажется интересным на данный момент опять же я делаю выводы об этом потому как эта тема интересуется люди самого ближайшего моего окружения эта тема деноминация рубля конечно же очень много уже было сказано прокомментировано то что это больше фейк чем реальность но я все-таки счел необходимым немного остановиться на этой теме и объяснить тем кому это интересно почему вопрос деноминации абсолютно не стоит сейчас каким-то острым углом и почему этот процесс является экономически нецелесообразным я рассмотрю этот вопрос позиции инфляционных рисков с позиции потенциальной девальвации рубля и с позиции издержек то есть точки зрения того как процесса изменения номинала денежных знаков в рф может еще серьезнее нагрузить дефицит бюджета ну ладно что касается а сегодняшнего брифинга начнем с тех событий которые являются центральными сейчас на площадках это безусловно саммит европейского союза он стартует сегодня двухдневный то есть продолжится в субботу и ранее я уже отмечал друзья то что если конкретные итоги и более-менее значимое заявление придутся как раз на субботу из-за того что рынки закрыты мы сможем но их отыграть только на следующей неделе поэтому будьте внимательны к активности сегодняшнего дня и имейте ввиду то что в понедельник может быть очень интересное открытие сейчас чуть подробнее остановимся на саммите плюс ко всему сегодня у нас а еще отчет от бейкер юс по количеству нефтяных терминалов в сша обычно я на этот релиз не обращаю никакого внимания но сейчас уже у всех назрела потребность увидеть коррекционную динамику на рынке черного золота и возможно динамика по количеству платформ например сокращать изменение темпов снижения или даже сохранение показателя общего числа терминалов на прежнем уровне может быть интерпретирована трейдерами как раз то самая плата когда нефтяные представители американского на бизнеса все-таки начинают возвращаться на глобальную энергетическую арену собственно добывая нет поскольку текущие цены более менее способствует тому чтобы бизнес оказался на каком-то подобии рентабельности поэтому что касается рынка нефти сейчас 4319 мы наблюдаем плохо на бренду вчерашний день небольшое снижение но прям совсем символично и я бы даже не стал говорить что это какая-то хорошая предпосылка на развитие еще более глубокой коллекции но с другой стороны даже мощная коррекция начинается с какого-то маленького шага поэтому то что рынок скорректировался это может быть каким-то сигналом в пользу того что продавцы ну хотят себе как-то проявить если у них сейчас возможность я думаю да вы все помните решение опека увеличить производство нефти на 1 и 6 миллиона начиная с августа есть определенные претензии к тем странам которые ранее были не чистоплотным соблюдение обязательств по сокращению добычи и все верили в том что они сократят производство нефти большими темпами вот в рамках июня и июля но вот последняя статистика указывает на то что нет не соответствует они обязательствам не выполняют обещания поэтому я допускаю друзья то что в августе рост добычи странами опек может существенно превзойти вот этот показатель 16 миллиона кроме того ситуация вокруг коронавируса к сожалению продолжает ухудшаться да есть позитивные комментарии о том что модерна вот-вот представит общественности вакцину но я думаю что произойдет это еще не скоро количество заболевших в штатах в отдельных регионах бьет на суточные рекорды калифорния закрыта я собственно вещаю сейчас из-за европейского офиса компания маркетс из черногории и также подтверждаю что здесь ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем и вот буквально последнее постановление что носите маски в обязательном порядке нужно и на улице не только скажем в помещении поэтому по рынку нефти я думаю что потенциал развития коррекционной динамики снижения он солид но вот только что спровоцирует эту коррекцию есть основания полагать что отчет от бейкер-хьюз может стать дополнительным триггером для этого индекс американской валюты 9621 мы делали акцент на сильную статистику ранее индекс доллара поддержали данные по промышленному производству вчера роничные продажи также не разочаровали плюс семь с половиной против прогноза роста на 5 процентов и вот пожалуйста индекс растет оттолкнулся от минимума в последних нескольких недель мы не достигли стоп лос на отметке 9570 а значит остаемся верными по крайней мере я а длинным позициям золото 1798 друзья я предлагаю взять паузу по золоту быть я думаю что на следующей неделе мы с вами найдем хорошие возможности для перезахода в рынок но пока давайте пока зафокусируемся на индексе доллара на о том что происходит с рядом рисковых инструментов и на канадцы кстати говоря пара доллар канадец движется в том направлении которое нужно мы отбились от поддержки 1.35 сейчас уже котировки 1.3580 и стоит отметить что канадский доллар проседает даже без поддержки цен на нефть я уверен друзья то что наша цель ближайший 1.3650 может быть достигнута уже ближайшие два-три дня евро против доллара 1.1387 сегодня мы фокусируемся на саммите как я уже отметил повторюсь друзья что в отличие от общих ожиданий которые присутствуют на рынке я уверен то что на саммите не согласуют новый фонд помощи на 750 миллиардов евро если одобрение у этого фонда все таки появится то не раньше следующего саммита который пройдет в августе поэтому страны с жесткой бюджетной дисциплины сегодня и завтра будут настаивать на том что нету какой-то необходимости острый сейчас им поддерживать те европейские регионы которые откровенно очень сильно нарушили одно из основных правил европейского союза страновых правил соотношения показателей долга и ввп я ожидаю негатива для европейской валюты поэтому пока сохраняю собственно своем портфеле длинную позицию по индексу американской валюты держу на шарты по евро и а фунту фунт кстати снижается 1.2564 думаю что сегодняшний день мы закроем ниже планки 1.25 друзья на этом все большое всем спасибо за внимание хорошего вам закрытия неделей и замечательных выходных всем пока